итак мои дорогие любители компухтерной периферии у нас тут здесь прям сейчас обзор на новое на новое что на новое устройство если быть точнее то это оптический манипулятор для управления персональным компьютером вот взял сейчас и весь пафос упустил обидно ладно сегодня давайте по существу без буйств глагола и ведер словоблудия своих руках я держу мышку от того самого всеми известного блади вообще-то как бы коробка но там есть мышка серия с в линейке продуктов блади это у нас новое новье позиционируется как сугубо для киберспорта так это или нет как раз за это мы тут и беседуем беседу всего в эту серию входят три модели и s9 и s9 plus и флагман и s9 pro нам досталась самая млятвенькая модель и 9 ну и давайте начнем с коробойки наш киберспортивный манипулятор поставляется вот в такой вот фирменной коробки тут никаких фокусов все в фирменных цветах и основных характеристиках ну разве что лицевая сторона открывается как книжка демонстрирую потенциальному покупателю само устройство отстань я коробку читаю внутри все просто формовка бумажка и сама мышака хорошая упаковка чинно красиво стильно модно по-геймерски короче теперь будем поглядеть на самого грызуна дизайн тут максимально сдержан и не тебе резиновых вставок не анатомических буквы по костей все строго но со вкусом прям даже испытываешь некий эстетический дисонанс просто девайса где в названии есть слово геймерская я жду чего-то аля я у мамы дизайнер а тут все аккуратно и по делу 105 граммов в пластиковом корпусе на пластмассовых ножках 8 кнопок прорезиненное колесико подсветка по периметру на колесе и лога всего 15 светодиодов не смысле там всего-то 15 типа всего 15 светодиодов тут внутри там 15 светодиодов вот даже видно замечательно и я возвращаю коробку и в целом все very good and пызок но есть парочка но во первых это шнур длины в 1 и 8 метра хватает ну он не плетеный самый обычный прорезиненный кабель и как бы беды то тут нет на скорость не влияет особо но я уж слишком привык который уже обзор делаю на продукт блади и там везде кабеля в тканевой оплетке а тут во вторых форм-фактор лично для моей лапы оказался великоват не мое а дальше идут футеры боковые кнопки расположены не совсем под мою руку часто при нажатии на одну я случайно цепляю и другую но это лично мое личное субъективное просто при возможности перед покупкой подержите ее в руках и там к вам придет понятие что мне больше пойдет этот пистолет с этими кедами или вот этот узи с этими кроссовками и наши фильме теперь давайте поговорим чего эта мышка не может а чего может а может она многое если мы залезем в характеристики то увидим много-много циферик и непонятных буков нам очень громко напишут что внутри этого грызуна стоит оптический сенсор pixart pmb 3327 что с этой информации делать этот сенсор позволит вам получить разрешение до 6200 пикселей на дюйм а также частота опроса до 2000 герц скорость отслеживания 220 пикселей в секунду при ускорении в 30 g еще одна информация с которой что хотите то и делать а тут вы все такие что эти все цифра буквы делают для чего они надо и надо ли вообще давайте так описывать значение и роль всех этих параметров значит увеличить хронометраж данного видеоролика минут эдак до 40 а у нас тут все-таки больше развлекалого нежели научпоп хотя научпоп та же дресня только в профиль ну да ладно короче отчасти эти буквы цифры это действительно крутизна данного девайса отчасти просто маркетинг но для качественной рубки в спинномозговых шутанах здесь все на чики-пуки что же тогда такого геймерско киберспортивного в этой мыши ну на мой взгляд в первую очередь это кастомизация изначально мышь имеет свои предустановки касается это кнопок плюс-минус они переключают между пятью параметрами разрешения кнопка макроса при отрыве мыши от коврика переключает режимы подсветки но все меняется если установить с официального сайта утилитку под названием bloody esports такой прям есть 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 подс абсолютно я ходил в школу александр нецкого я знаю как speak to english теперь вы можете настроить свой контроллер как душе угодно назначить любую кнопку мыши на какую-нибудь клавишу клавиатуры да без проблем злупить свои режимы dpi как два пальца об асфальдиапазон от сотни до 6200 а может откалибровать высоту подъема я вас умоляю хоть ручками хоть программно скорость мыши до время отклика по умолчанию 1 миллисекунда но если хочешь можешь увеличить ну а подсветка вообще все 15 светодиодов настраиваются абсолютно по вашему разумению и самые интересные девайсы есть собственная память на 512 килобайт этого вполне хватит для того чтобы сохранить все ваши настройки на самом контроллере и больше не запускать утилиту здесь же быть было сохранение суха тут было какого ху ну и что же по итогу вообще-то это моя реплика ну да ладно игровая мышь blade и с 9 это однозначно неплохой спутник для любого геймера если не считать того что мышь лично мне оказалось не по руке я вполне доволен тем как она повела себя в играх да и не только в отдельно отмечу возможность кастомизации настройка любого параметра под себя этому мы завсегда рады а так в целом это вполне неплохая геймерская мышь весьма сдержанного дизайна и с обычным кабелем ну нет плетеного кабеля ну какого ху сложно было сделать нормальный плетеный кабель а влади какого хрена сэкономили на обычной ткани ну ё-моё ну хочу плетеный кабель покупать или нет да я спер твою реплику думайте сами решайте сами а я за эту мышку все сказал с вами был саня до новых до свидания лавиатуры клавиатуры клавиату игорь меня опять убьет про мне где баб она должна прилететь где я потерялся от персональный манипулятор для управления оптическим компьютером сейчас всю коробку обменять вот хочется обосрать они я въеб ваш мозг Сорян, сейчас заново Русский язык, прости меня Но ты идешь нахуй Не, на самом деле, нахуй идут лингвадушнилы Охуенно Давай еще раз